Здравствуйте, дорогие друзья! Заканчивается 2019 год, и мы с вами очень горды тем, сколько мы сделали всего в этом году. Мы отработали прекрасно весь год у нас в галерее Ауру, очень много картин написали, и мы с вами, конечно же, очень хорошо отработали Грибовку. Это наш пленэр, это наше место силы возле Черного моря, и сколько студентов к нам туда приезжали со всего мира, это уже мы перестали даже записывать и запоминать, потому что люди идут сплошным потоком, один друг за другом, и все хотят прилинуть к этой технике, нашей знаменитой технике Blade & Sobs Art Technologies. Посмотрите, зима на дворе, но на улице солнце, на улице тепло, такое впечатление, что в Одессу пришла весна. Но мы знаем, что вдруг, ни с того ни с сего, вдруг пойдет снежок, вот типа как на этой картине, там, где мы написали с Владимиром свое детство, там, где мы лепили снежную бабу, и нам папы помогали это все делать, втыкать морковку большие, крутить такие волны из снега, и мамы жарили пирожки. И вот сейчас как раз это состояние предновогоднее нам помогает задумать какие-то картины именно для себя. Если вы вспомните, как старые мастера действовали, то они в конце года тоже. Рембрандт в конце каждого года свой автопортрет писал. Там, допустим, Клод Мане считал своим долгом свой сад написать, когда нет там растений, да, и когда все растения спят. Он же весь год писал свой сад во многообразии цвета, а в конце года тихо, спокойно в саду, и только вот этот вот мостик его. В общем-то, каждый художник к концу года что-то обозначал для себя и задумывал какую-то серию картин для того, чтобы как бы прийти к какому-то знаменателю своему, что ли, или понять, кто он в течение этого года был и как он встретит новое пространство временное. Сегодня я хочу с вами поговорить о тех материалах, которыми мы действуем. Потому что в течение всей своей творческой жизни мы с Владимиром выработали, конечно, материалы, которые нам не мешают рисовать, а помогают рисовать. Прежде всего, это колонковые кисти. Нам всего две нужны колонковые кисти с вами. Плоская колоночек, вот я показываю вам. Плоская колоночек, восьмерка-десятка, так, и круглая колоночек, троечка, так. Больше никакие кисти нам не нужны, потому что если мы работаем какой-нибудь белкой, да, вот такой вот, она круглая, она вихляет, и она не дает нам сделать мазок хороший. Если мы работаем грубой щетиной, тоже краска будет бушевать, и, конечно, не останется на холсте. Я сейчас вам покажу, как они действуют. Вот более мелкая щетина может нам служить иногда для какого-то грубого подмалепочка. Ну, вряд ли. Вот эти щетинистые откидываем не нужны. Круглые белки откидываем не нужны. Только вот эти две. Ну, на всякий случай, одну возьмите искусственную плоскую. Знаете, иногда вот надо раскидать там подмалевок, как-то лихо, и она вам может помочь. Вот это, что касается кистей. Три кисти. Опять же, если они стесались, не выбрасывайте. А, возможно, сохраняйте их вот в такой кучочек, да, скошенных кистей, да, скошенные уголочки, когда они уже оттесались. И они вам потом помогут делать подмалевочки. Себе такую пачечку собирайте колоночков. Пусть будет, да. Следующий помощник. Это носочек. Мужской носочек. ХБ-шка, да, черный. Только черный. Сейчас скажу почему. Вот смотрите, мы когда краску двигаем с вами черным носком, он нам не мешает. Видите, он нам не мешает ни по цвету, ни по тону. Мы можем спокойненько с вами двинуть красочку, и нам никто не помешает отвлекать нас от цветового вот этого многообразия. Допустим, если мы возьмем, как часто приносят наши студенты иногда, цветной носочек. Вот у меня есть зеленушка, да. Цветной носочек одеваем, да. И пробуем. Во-первых, он искусственный, да. Во-первых, он плохо будет хватать краску. Во-вторых, он нам будет мешать по цвету. Посмотрите, если мы захотим вот эту снежную бабу нарисовать и двинуть по цвету, и вдруг зайдет цветная ткань сюда, конечно, мы не увидим вот это сочетание кобальт-фиолетовый агарат, да, и переходящий в охру светлую белила. Мы не увидим нас. Вот этот цвет будет отвлекать. Мы не сможем сделать цветовое решение вот этой вот снежной бабы, которая на кручайших отношениях. Недаром мы сейчас с вами обязательно будем проходить цветоведение. Это очень крутой курс, как старые мастера действовали по цвету. Конечно же, нам помогут в этом цветовики. Клод Мане, Врубель, Репин и Ван Гог. Эти четыре человека были безусловными цветовиками. И они никогда не позволили бы себе, чтобы на их палитре, на их палитре были краски, которые им мешают, да, или которые их отвлекают. Вот этот носочек нас отвлекает двигать краску. Следующие пошли. Выбросили этот носочек, не действуем. Если вдруг тоже студенты приносят, а ничего, что я беленьким буду рисовать носком? Я говорю, конечно, ничего, но после одного или двух мазочков этот белый носок становится цветным. Вы понимаете, он запачкивается, и он становится цветным. Опять он нам мешает увидеть эти тончайшие отношения снега, допустим, ветра и теневого вечера, и, допустим, сарая. Мы не увидим, потому что они будут запачканы. Ну, сейчас покажу, да. Вот смотрите, допустим, любой из красочек берем, да, любой из красочек, не пожалеем носочек, да. И вот начнем этой красочкой действовать, да. Смотрите, изумрудка, да, начинает действовать. Все, мы ничего здесь не видим, да. Хоть белый носок, но он становится цветным, да. Все, мы уже не видим эти отношения. Значит, белый носок, но он грады, выбросили, ни в коем случае не будет. Давайте заполним только черные, ну, можно темно-серые, темно-темно-серые. Вот эти вот два цвета можно. С носками закончили, вы поняли, да. То же самое с палитрой. Палитра. Найдите себе тяжелую фарфоровую тарелку. Лучше тяжелую. Пусть она с вами будет все время, так. Ее можно будет ложить в ваш чемоданчик. Возможно, эта тарелка может быть и десертной. Но мне нравятся именно тяжелые. Почему? Когда вы работаете с ней, да. Вот она стоит по правую руку от вас, и вы работаете с ней. Вы берете краску с нее, она не двигается, она не ерзает. Ни в коем случае не берем пластмассовые тарелки. Ни в коем случае не берем дощечки. И вот сейчас я, наверное, попрошу, мне принесут палитру. Знаете, деревянные палитры такие есть, которые продаются для масляных красок. Сейчас я попрошу, ее принесут, и вы тогда посмотрите, почему нельзя ее брать. Вот мне принесли со школы нашей вот такую палитрочку. Вы знаете, все художники любят, ах, сейчас как я вот так встану, да как начну писать на этой палитрочке. Это же как старые мастера делали. Да нет, мы были на выставке Брегеля, и мы видели, что его палитра белого цвета. Вот. Давайте попробуем. Смотрите. Внимание. Охра светлая. Охра светлая. Выдавливаем на такую палитру, и на такую палитру, да? И возьмем, что мы возьмем? Белилка возьмем, да? Чуть-чуть. Выдавим на такую палитру, и на такую палитру. Выдавили, да? А теперь мы посмотрим, что происходит с цветом, если мы мешаем на охристой палитре. Смотрите. Охра светлая белила. Вы видите? Мы не видим этого цвета, этих белил. Мы не видим, потому что палитра эта имеет свой цвет. Мы не знаем, какого тона надо сделать охру светлую, допустим, для патины фруктов, которые мы всегда заворачиваем. Или для света на лице человека. Мы не видим этот цвет. Вы видите, что творится, да? Вытираем кисточку. А теперь попробуем на белой палитре. Смотрите. Охра светлая белила. Вы видите? Мы видим этот цвет. Вот он. А вдруг, я говорю, чуть-чуть потемнее делаем. Значит, охра светлая и немножко меньше белил. Чуть меньше белил. Опять мы видим этот цвет. А вдруг, я говорю, сильный разбил. Мы берем вот так охры светлой и очень много белил. Иногда так бывает, когда мы белую драпировку пишем или снег. Смотрите. Мы видим этот цвет. Вот эти три оттенка на цветной палитре вы не увидите. Что, значит, обозначает эта палитра? Для детских художественных школ, когда дети до 10 лет рисуют все, что они хотят. Мурзюкают все, что они хотят. Их не интересует валерность. Они выкидывают на холст или на бумагу свое, значит, творческое такое, знаете, цветовое. Их никто не будет ругать за то, что у них нет, допустим, патины на предметах или рефлекса со стороны, да, со стороны тени. Их никто не будет ругать. Потому что до 10 лет надо позволить детям рисовать все, что они хотят. Возможно, мы тоже научимся когда-то это делать. Вот преимущества нашей белой палитры. Продолжаем с палитрой работать. Это не для профессионалов. Запомнили и выбросили. Все она там валяется. Пошли дальше. В течение всей жизни нашей творческой мы выработали с Владимиром себе вот такой цветовой круг. Начиная от теплых, темных красок, продолжая охрами, потом идут три кадмия, потом парочку синих, парочку зеленых. Для чего? Для того, чтобы, если ваша палитра стоит, да, рядом с вами по правую руку, вы уже знаете, что на 7 часов будет марс прозрачный желтый. Вот ленинградская, ну, санкт-петербургская, санкт-петербургское производство краски мастер-класс. Только этот. Мы сейчас попробуем с вами и другие краски, но сначала я вам хочу сказать, что вот эти вот краски мастер-класс были закуплены в середине 20 века под Киевскую Академию Художеств. Ой, извините, под Санкт-Петербургскую Академию Художеств у итальянцев. Итальянское производство, итальянские машины там стоят у них. Мы были в Санкт-Петербурге на этом заводе и мы видели какое-то огромное производство. Значит, там красящего вещества больше, чем где бы то ни было, да, связующих правильных веществ и они до сих пор держат качество. Браво! Санкт-Петербургскому заводу мы ими пользуемся, этими красками. И вот, смотрите, сейчас мы выдавим наш круг, да, красок и попробуем им действовать. И рядом мы попробуем голландские краски действовать, голландскими красками. Посмотрите, какие они красивые, какие большие тубы. И вы увидите разницу в качестве красочного слоя. Давайте следующий у нас, помните, да, Араратская зеленая пошла. И вот принцип этот, когда мы выдавливаем на 7 часов Марс и так далее, и остальные краски по вот этому цветовому кругу, да, наша рука перестает смотреть вообще на палитру. Она смотрит только на холст. А в палитру, которая стоит рядом с холстом, мы уже по привычке, мы знаем, где какая краска находится и где что надо месить. Мы, все наше внимание на холсте. А рука сама знает. Опа, Марс на 7 часов. Так, ультрамарин на полвторого дня, да, там, Кроплак на 6 часов вечера. То есть мы уже не смотрим на эту палитру, а мы смотрим только на середину тарелки, где мы смешиваем смеси красок. Больше двух красок никогда не смешивайте. Это очень опасно для чистоты красочного слоя. Так, и что? Ну что, не будем сейчас выдавливать эти все краски, да? Вот у нас есть немножко и хватит. Сейчас мы с вами попробуем. Давайте вот эту уберем новогоднюю. А вот у нас просто холстик такой есть, который мы потом используем с Владимиром для своих картин. И вот мы с вами попробуем действовать. Допустим, выдавим себе, что у нас там следующее идёт. Допустим, выдавим. Да, лучше всего на естественных красках, да? Кто такие естественные краски? Это охры, это марсы, это земли, да? У нас из естественных красок, которыми раньше пользовались старые мастера, марс прозрачный, жёлтый, из коричневых, тёмно-зелёный, араратская, охра золотистая, охра светлая. Кто у нас ещё из естественных? Как, я думаю, на этом всё, все остальные сделанные краски. Как они сделаны, да? Изумрудка, допустим, сделала. Раньше делали, точили из полудрагоценных камней, да? Привозили откуда-то какие-то лазури, да? Там вот искали из природных материалов тоже что-то яркенькое. Ну, давайте мы с вами испробуем две краски. Марс прозрачный, жёлтый. Наш используем. Сейчас от чёчки одену. Так. Вот наш марс прозрачный, жёлтый. И мы его немножечко, сейчас белилок, мы сейчас его немножечко попробуем разбелить, для того, чтобы его цвет попробовать. Вот, смотрите. То, что я всегда говорю, медовый, да? Давайте. Ну, допустим, да, вот наш цвет медовый, да? И чуть-чуть его подтемним, растяжечку сделаем, да? Подтемним, да? Допустим, нам надо сделать, да, вот такое вот. А сюда чуть-чуть подсветлим вверх. Вот такой месяц, да, типа сделать. Растяжечку, растяжечку марса прозрачного, жёлтого, да? Свет, полутон, тень, да, сделали. А теперь попробуем взять голландскую краску, которая тоже называется Марс. Так. Сейчас откроем красивейший тюбик. Ну-ка посмотрим. Так, много, во-первых, масла там. Так, во-вторых, эх, ух ты, это вообще охра какая-то. Это даже не Марс. Это даже не Марс. Давайте попробуем. Красочного слоя возьмём. Голландской краски. Красочного слоя. А вы знаете, тоже неплохо красочного слоя, но очень много масла. Так. Ага, вот он, смотрите. Цветовая насыщенность. Цветовая насыщенность слабая. Пошли в разбел. Ну, это, скорее всего, у них охра золотистая, да? Пошли в разбел. Я под кисточкой чувствую мало пигмента. Пигмента. Да, скорее всего, это охра золотистая. Давайте нашей охрой золотистой попробуем то же самое сделать. Сейчас, секундочку, я найду ту охру золотистую. Так. Вот она. Давайте попробуем нашу. Ну, нашу, санкт-петербургскую охру золотистую. Вот она. Сейчас я вам скажу, пигмент. Пошли. Сейчас белила чуть-чуть. Попробуем, попробуем. Вы знаете, у этих голландцев тоже она, структура хорошая. Структура хорошая. Но сколько она продержится? Давайте. Охра золотистая наша пошла. О, пигмент. Побольше пигмента. Чуть-чуть в разбели пойдем. В разбели чуть-чуть пойдем. Ага. Больше пигмента. Больше пигмента. Охра золотистой. Ну, вы знаете, раньше мы это понимали, когда звездочки смотрели. Вот здесь на боках, на боках у них было три звездочки. Самое большое количество пигмента. Сейчас уже они не ставят. Так. И сильно большой разбил. Вот я под кистью вам говорю, под кистью я вам говорю, что голландская краска, она именно вот этого производства, красивые тюбики, она имеет мало пигмента. Она, как вам сказать, просто для декоративных работ или, может быть, для детских рисунков. Или, может быть, если вы захотите, можно ими чуть-чуть подмалевок поделать, но неизвестно. Давайте попробуем, как будет ездить носок на этих двух красках. Давайте попробуем на голландской. Носок будет ездить, да, ездит более-менее. И тут же попробуем на наши, ездит ли носок. Здесь больше пигмента, здесь надо сильнее нажимать, чтобы добраться до холста. То есть я прямо под кистью выясняю, что пигмент красочного слоя Санкт-Петербургского завода гораздо сильнее, то есть сам красочный вот этот вот наполнитель гораздо сильнее, чем у голландских красивых красок. Можно еще пробовать. Давайте еще, давайте попробуем нашу дорогую краску, самую дорогую, помните? Она у нас, знаете, вот где всегда на 5 часов вечера, да, на 17 часов фальфу-хлоп, вот это голландская краска, а вот наша кобальт фиолетовый темный. Давайте попробуем. Ну как, так мы не видим, но белилка нам помогут сейчас обе краски протестировать. Давайте. Так, кисточку вытираем, да, всегда носочком. И давайте попробуем. Так, луну сделали, а теперь что мы еще сделаем? Давайте сначала голландской. Голландской давайте. Пробуем сделать. Если отсюда свет, шар. Голландской краской сделать. Чуть разбавляем. Во-первых, посмотрите, она по цвету какая. Ядовитоватая немножечко. Вот мы голландской краской сделали шар, да, светотень на шаре. Это рефлекс. А теперь нашей попробуем сделать. Наша. Так. О, я когда нажимаю, у меня под кисточкой, вы понимаете, идет очень приятное дотрагивание до холста, во-первых. Во-вторых, во-вторых, посмотрите какой полутон дает по цвету, да, приятный. Не такой сильно ядовитый. А в-третьих, посмотрим, как по времени выдержат эти два шара, и кто из них быстрее прожехнет, и кто из них станет, как вам сказать, цветнее через год. Ведь очень важно еще, чтобы краска оставляла свой цвет долгое время. Почему масляная живопись так дорога? Потому что произведения искусства, написанные масляной живописью, очень долго могут сохранять свой цвет, свою текстуру, свое, как вам сказать, набрасывание кисти на холст, да, вот этот пастос или акварельность, да, у всех художников разное. И это можно понять, когда вы ходите по музеям. Вы смотрите, какие работы выцвели, какие потрескались, да, а какие вообще отпали. Как у Леонардо да Винчи тайная вечеря рухнула просто из-за того, что он неправильно делал, ну вот саму вот эту вот подложку, подмалевок на стене. Так, и вот теперь, а теперь мне я сейчас одену очочки и мы попробуем носком, да. Давайте попробуем, как движется голландская. Так, вот голландская, такое впечатление, что там сплошная водичка. Так, а у нашей, о, а наша как родная вообще двигается. Посмотрите, и пастос можно сделать. То есть я даже вот под рукой понимаю, что голландская здесь меньше связующего вещества и меньше красящего вещества. У нашей больше. Вы понимаете, вот я могу двигать. Нажатие такое же было. Посмотрите, здесь декоративный мазок получается, а здесь получается живописный мазок, который мы можем в разные стороны показывать прямо пастос. Вы понимаете, насколько, вроде бы цвет примерно такой же, но текстура и дотрагиваемость до холста абсолютно другая. А теперь давайте попробуем, знаете что, лезвие. Помните, мы с вами, сейчас придется очочки одеть, мы с вами действуем вот таким лезвиком. Почему? Потому что мы очень близко можем держаться за кончик лезвия. Вот я попыталась на голландской красочке шкребануть лезвием. Как будто бы, верите, как будто бы по, двигаюсь, знаете, по какой поверхности? Сейчас скажу, гуашевой поверхности. Вы понимаете, вот я двигаюсь как будто по гуашевой поверхности. Теперь по нашей. Ну, по нашей-то это сплошной кайф, понимаете, двигаться. Как будто бы ты ходишь по грязюке в каких-то галошах и делаешь узор, или в резиновых сапогах, и делаешь узор там в той грязюке, или в мокром песке морском, понимаете. Ты двигаешь тяжелую составляющую красочного слоя и получаешь массу удовольствия. Вот в тени я попыталась, да? И здесь в тени попыталась. Здесь ты что-то двигаешь, здесь ты идешь по лысому пространству. Конечно, можно, но если только вы хотите потерять в качестве живописного слоя. А ведь художники в этот живописный слой, вот дайте я вам покажу, вот такую маленькую картину, да, как елку заносит папа, да, и бросает на пол. А дети уже готовят игрушечки, типа, сейчас начнем наряжать, а она еще в снежке чуть-чуть, камин разжигается. Все знают эту ситуацию. Но, когда одеваете вы очки, да, и вы подходите к этой работе, вы видите, где пастозный живописный слой, а где акварельность, как художник дотрагивался до холста и что он хотел сказать этими движениями, двигая краску то носком, то лезвием, то колонковой кистью, да? И вот посмотрите, здесь вот везде все запечатано, и художник здесь счастлив, потому что он зашел в свое детство, и он отобразил этот кусочек, и даже можно сказать, что, ну, как вам сказать, запах елки чувствуется, да? Вот это я с вами поговорила, насчет качества вот этих наших красок. Ну вот блок, смотрите, блок красок, которые нам достались от Саши Никитенко по наследству. Сашенька ушел, но нам оставил эти краски, а наши краски, вот они, вот они, наши красочки, которые я предлагаю вам, пока мы живем на территории России, Украины и поближе к ним, мы можем покупать эти краски, они очень качественные. Ну, посмотрите еще, что хочу показать. Сейчас одену очочки, и хочу показать вот еще от Саши Никитенко к нам пришли, смотрите, какие краски, которые, возможно, захотите докупить к нашему красочному слою. Церрулеум, давайте попробуем церрулеум, как выглядит, давайте мазанем, смотрите, вот церрулеум так выглядит. То есть, это краска, которую вы можете использовать, когда пишете облака. Так, пошли дальше, кость сжженая. Это, знаете, если вы хотите поэкспериментировать с другими, да, цветами, вы себе подкупите. Кость сжженая, очень опасная вещь для масляной живописи, это чернота, чернотища. Лучше виноградную черную взять, если кто-то хочет черную, так. Пошли дальше, посмотрим, что еще есть. То есть, посмотрите, какой цвет противненький образует кроплак фиолетовый, если такой. И он нам, как вам сказать, ну, мы можем его составить, так скажем. То есть, санкт-петербургские деятели там не сидят сложа руки, они постоянно месят в своих бочках какие-то новые составляющие красок. Так, берлинская лазурь, возможно, что-то хорошее. Сейчас, секундочку, безбелил, не сможем понять. Вот, берлинская лазурь. Но, то же самое мы можем с вами сделать, когда смешаем голубую ФЦ и ультрамаринчик. Смотрите, у Саши здесь небесно-голубая есть. Ну, небесно-голубая, конечно, неплохая. Но мы то же самое можем с вами сделать, если смешаем изумрудку и голубую ФЦ. Так, что еще здесь есть у Сани? Ну-ка, бирюзовая. Видите, он сильно любил синие, синие, голубые. И, конечно же, Саша Никитенко ушел с земли, но он нам оставил очень много картин. Да? Вот, посмотрите, какую еще красочку. Сейчас. Это чистая изумрудка, да, бирюзовая, да, изумрудка с голубой ФЦ. То есть, вы, конечно, можете подкупить себе еще, да, красок. Но только если вы, как сказать, любите экспериментировать, и вам мало уже этой палитры, которую предлагаем мы с Володей. Конечно, ни в коем случае никогда не покупайте Марс просто. Это такое, как замазочка краска. Она не дает цвета, а только уничтожает цвет. Что еще хочу вам рассказать? Я еще хочу вам рассказать преимущество лезвия над вот таким вот, вот такой лопаточкой, которую все называют мастихин. Их очень много, этих мастихинов. И вот это Саша, Саша Никитенко мастихин. Мастихин это не мой, у меня нету его рядом со мной, потому что он мне не нужен. В основном мастихином пользуются художники, которые хотят вот этой лопаточкой каким-то образом двигать красочный слой. Вот, допустим, вот так, да, какие-то вот такие делать, как типа штукатурочкиные, да. Но вы поймите, что когда художник после себя оставляет вот такую железненькую треугольную форму, эта треугольная форма говорит, что это было сделано железкой, да. Это было сделано железным предметом. А железный предмет никогда не одухотворит красочный слой, никогда. Поэтому, когда мы действуем, лезвие архитектурное, я всегда говорю, работаем так, чтобы не было видно, что мы двигаем красочный слой. Работаем так, чтобы, как будто бы мы рисуем рисунок старого мастера. Я, в принципе, вот это лезвие и схватила для того, чтобы рисунки Леонардо или Микеланджело вставлять на задний план. И если даже видно его, когда мы делаем подмалевок, я всегда прошу, возьмите газетку, да, и этой газеткой расшируйте так, чтобы не было видно вот этих вот мазочков. Вот преимущество, еще одно преимущество. Здесь мы держим близко и даем энергию красочному слою через свои пальцы. Мы заряжаем красочный слой, чтобы что-то зритель воспринял из нашего красочного слоя то, что мы ему хотим сказать. А вот эта палочка, видите, вот эта, она нам не может продлить энергию нашу. Здесь деревяшка, здесь железяка, она не может одухотворить красочный слой. Мало того, вот эта лопаточка перетягивает на себя одухотворение красочного слоя человеком. И получается, что живопись, написанная мастихином, делается, ну как сказать, как на заводе штамповка. Вы понимаете? А иконы, иконы всегда, да, там Рублев и все остальные иконописцы, Феофан Грек, они писали их кистями или какими-то материалами, которые очень близко, они могут вот эти лучи из рук одухотворить красочный слой. Вот, близко, близко держим, да, потому что кисточки тоже вот эта часть мешает одухотворить. Но колонок вот этот, если держать близко и упираться на мизинчик, он может все-таки вашу энергию в холст дать. Вы понимаете, вот эти мелочи все очень важны. Когда появилось лезвие у тебя? Лезвие появилось и раньше, когда мы после училища с Вовой писали натуру, так, цыганку писали. Но тогда не было еще этих лезвий в 79-80 году, и я пользовалась лезвием Нева прежде всего. Знаете, для чего? Для того, чтобы на палитрочке вот сдирать краску, да, там убирать. Вот, а такой палитрой я пользуюсь с 75-го года, когда Петр Петрович Чекир научил меня, это мой учитель, он акварелист. И он меня научил пользоваться этой тарелкой. Правда, у него вот здесь, на вот этой вот ленте были приклеены акварельные краски по очереди. Вот так, от Марса начиная и заканчивая там, ну, у него свое было движение палитры, и они вот так вот. И он прямо брал колонковую кисть, он меня приучил, правда, у него чуть-чуть шире была, у него двадцаточка была, флейц такой. И он приучил и вытирать кисть всегда, потому что акварель славится тем, что она должна быть чистая, да. Когда водичка, да, вытер кисточку, раз в одну лоханочку залез, намесил здесь посредине свой цвет, который надо, раз, быстренько накидал там каких-то, он любил цветы писать, там фрукты, и очень по-мокрому любил работать. Вот, поэтому у меня часть моих детских таких навыков, профессиональных, осталась сейчас со мной. И я все-таки предполагаю, что в живописи нашей, вот, Вовочкина живопись, да, тоже, смотрите, вот эта снежная баба, должно быть часть акварельности. Кроме того, что у нас вот такой пастос, да, у нас где-то акварельные моменты, и там, где протирочка, конечно, носком, это акварельный момент, а уже там, где прошлябочка, это графический момент. Ну, конечно, когда появилось это лезвие, я бы этому лезвию просто поставила бы пьедестал почета, да, и памятник бы ему поставила, потому что оно помогает так хорошо сделать конструкцию предмета, и так хорошо материальность серебра, стекла и даже женской кожи на лице может сделать. В общем-то, уже не говоря про архитектуру, когда пишешь архитектуру, просто плоскенько этим лезвием показываешь кусочки архитектурных сломов, получаешь такое удовольствие. Ну, короче, помощник незаменимый. Скажи, вот, насколько подорожали твои картины после того, как ты начала использовать лезвие, носок, ну, и наработки вот этой техники? Был же переломный момент? Я думаю, что это миллениум, середина, вот такой вот переход, да, 20-й, 21-й год, век, вот 20-й век, это как вам сказать, это какая еще учеба, 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 училище, институт самообразования, но 21-й век, вот как-то подарил вот эти предметы мне, да, вот эти предметы, лезвие, носок, газету, да, подарил разными, разными путями. Есть люди, которые мне помогли понять это, вот. И что произошло с художником? В 20-м веке я мучилась, мучилась кистью, даже колонковой, выстраивала это все, не получалось ни стекло, ни серебро, ни кожа человеческая не получалось. Ну, как бы, приходилось, ну, как это, брать жопой, извиняюсь за выражение, сидеть долго, хорошо, что была молодая, сидеть долго, мастерская у меня была дома, вот, и вырабатывать светотень кистью было и приятно, но в то же время противника, как сказать, из-за того, что это труд. Как только, я помню этот момент, как только я взяла носочек, одела на руку, да, сначала я думала, что ему можно только кисти вытирать, вот. Вот, но как только я одела носочек на руку, я поняла, что я начала делать не живопись, а скульптуру. Во-первых, я поняла, как можно двигать краску в кайф себе тут же находящийся, понимаете? Не навьючивать кистью на это все, светотеньевое пространство, а вынимать свет. И получается, что вот это действие, как некоторые наши студенты любят вытирать, допустим, свет на столе, как будто бы они расправляют эту скатинь, да, перед приходом гостей, или, допустим, как они пыль вытирают откуда-то, да. Но я им говорю, давайте все делать осознанно. Мы же не делаем, знаете, как будто мы уборку в помещении делаем и свет на стол накидываем, да. Или, допустим, на лицо девушки мы вытираем свет у нее на лице, чтобы у нее засветился вот этот луч, который идет через нее. Допустим, мы этого не должны делать. Но если вы сидите и делаете это, как будто бы вы трогаете эту скатерть линяную, получается, что вы, ну, маги и волшебники. А тем более, вот кто уже пробовал, когда лезвие, когда вы начинаете вырабатывать вот эти вот овальчики, когда вам нужно высветить только необходимый свет и два полутона, когда вы можете мелкие детали сделать, когда вам даже не надо потом кистью дотрагиваться, да, и вы можете толщинку тарелочки показать вот этим лезвиям, да еще и вдобавок, что эти лезвия, какие, они не проявляются, как железяки. Вы понимаете, что они выполняют функцию графического материала, но не навьючивающего, как карандаш, да, мы бы навьючивали графический материал, а выбирающего красочку. Ну, конечно же, здесь послужила огромную роль мое знакомство с рисунками Леонардо, Микеланджело, Рафаэля и Пармиджанина. Вот эти четверо, они меня взяли в ученицы, потому что Вовочка нас свозил по музеям, да, в 13-м году, в каком? В 97-м. В 97-м году он свозил нас по музеям Италии и Испании, и мы там подержали руку на могиле Микеланджело, мы посмотрели произведения, мы понюхали вот этих вот фресочный момент вот этот, мы посмотрели, как они в графических своих работах делают живопись. Вы понимаете, леонардовские рисунки, они все живописные. И вот я и выработала, да, напишу-ка я натюрмортик свой, как обычно, да, натюрмортный фон собирается, возьму-ка я сзади на этом фоне натюрморта поставлю, допустим, рисунок Леонардо, портрет юноши в хорсете из переплетенных лент, да, у него есть такой прекрасный рисунок, вставляю, быстренько накидала подмалевочек, да, и вытерла свет немножко у этого рисунка и прошкрябала, чтобы показать, что это все-таки графика, да, но сделана живописным образом. И я столько таких наделала натюрмортов, там, где у меня сзади натюрморта стояли рисунки старых мастеров, что я научилась рисовать, как они, да, копии делать с рисунком, так, потом прошкрябывать, делать эффект рисунка живописными материалами, так, и заодно присутствие мастера мне все равно помогло, потому что, когда коллекционер видит, что красивый натюрморт, а сзади еще ассоциация с рафаэллевским рисунком, допустим, снятие со Христа, я этот рисунок процитировала, наверное, раз в 30 в своей жизни. И вот Ира Мигачева знает, да, у нее есть огромный холст мой с синим натюрмортом, и там этот рисунок Рафаэля, это почти икона, понимаете, потому что мы, если цитируем немножко старого мастера, наша работа приобретает во времени дороговизну, что вы немножечко берете из эпохи Возрождения, тут же ваш натюрмортный фон 19-20 век, да, предметы, а вы сами сидите в 21 веке. Представляете, вот такое вот временное движение, и, конечно, эти натюрморты стали стоить дорого и хорошо, вот. И тогда я и разбогатела, наша семья разбогатела, и мы могли спокойненько путешествовать и радоваться жизни, и продолжать выставки делать по всему миру, жить в Санкт-Петербурге, выставляясь там, в Москве, очень много выставок прошло, и очень много картин было продано с помощью великого, я считаю, человека, Игоря Метелицына. Он очень много нас научил. И, как вам сказать, сейчас, конечно, больше знаний, больше знаний, которые надо кому-то передать. Вот, понимаете, вот как-то разбирают нас с Володей знания, и мы понимаем, что эти знания надо отдать людям, которые тоже хотят стать прекрасными художниками, но это вы, да, это вы все наши любимые студенты, и мы вас тянем за собой для того, чтобы все-таки земля наполнилась красивыми произведениями искусства, да. И вы сначала идете за нами, за нами идете на мастер-классах, ведь уже сколько там мастер-классов есть, я сейчас вам скажу, уже 350 видеоуроков есть, и 30 есть видеокурсов, которые мы предлагаем людям, хотящим мыслить в нашем направлении, и пользоваться вот этими вот предметами для того, чтобы в момент живописи быть счастливыми. Не мучиться, не сидеть долго и вымучивать, и выдрючивать эту живопись, а все-таки кайфовать в этом красочном слое, и дирижировать, и даже момент получать, как вам сказать, беспрерывное вдохновение от информационного поля. Это тоже вы умеете делать, я надеюсь. И действуйте за нами, особенно сейчас, когда мы будем изучать цветоведение, потому что цвет, цвет, это как музыкальный слух, дается от природы, как талант. И даже старые мастера, они все были цветовики. Макеланджело не был цветовиком, он был скульптором и рисовальщиком. Леонардо не был цветовиком, хотя математическим образом он взял и зашифровал прекрасный цветовой штамп на Джеконде и на Дженевре Бенчи, допустим, и на Мадонне Лити. Это все он сделал математическим образом. Но у него не было таланта живописца, допустим, как у Клода Моне, который накидывал свои вот эти вот пейзажные территории кувшинок. Там столько цветов, там столько цветов, но они все намешаны. Я не думаю, что там именно палитра большая, там именно составление красок разнообразное. И каждый мазок своего цвета, понимаете? Поэтому мы очень обрадовались с Вовой, когда мы прошли выставку Брейгеля и зашли в одну комнатку, а там был столик с материалами, которыми он работал. Тряпки, маленькие тоненькие ножички, как на четыре части, если нашу. И, конечно, белая палитра вот такая была. Ну, не тарелка, а просто вот такой вот кусок или белого стекла. Короче, такое матовое белое стекло. Вот. То есть он тоже на белом месил. И, конечно, мы подошли к его работам и увидали, что на переднем плане все протерто тряпкой. Коровы эти в осеннем этом пейзаже, коровы все протерты. Каким-то таким, получается, как типа акварельным образом двинута краска. И мы тогда сказали, боже мой, Брейгель, Питер Брейгель уже это знал. А мы сейчас еще раз это попробовали сделать. Хорошо. Вот люди, которые просмотрят это видео, они наверняка будут вдохновлены твоим успехом как художника, как галериста. У тебя большая галерея в Одессе, более 300 квадратных метров. Огромное количество коллекционеров, аукционные продажи, авторская техника живописи, много поклонников, более 8 тысяч учеников по всему миру. Дай людям совет, с чего им начать. Как им выбрать, допустим, если мы говорим об образовании, как им выбрать из 300 уроков или из 30 твоих уже видеокурсов, которые есть в записи и в продаже, как им выбрать свой первый путь. Допустим, у человека есть художественное образование, даже небольшое, допустим, училище. Человек взрослый, допустим, юрист хочет научиться твоей технике. С чего ему начать из нашего каталога, например? Я думаю, что натюрморт – это самое такое приятное и спокойное пространство, в котором, самый простой натюрморт, в котором вы можете потренироваться, как действовать. Не надо ставить натюрморты учебные, поставьте сразу творческий натюрмортик, да? Допустим, такой, как вы видите где-то в пространстве своей квартиры, вы бы хотели видеть такой уголок, чтобы стояли парочку предметов каких-нибудь с исторической составляющей, и, допустим, громко винограда – самый простой натюрморт выбирайте. Вы на нем научитесь всем правилам для того, чтобы потом перейти на однофигурную композицию, для того, чтобы потом перейти на многофигурную композицию. И вот еще что. Сюда я хотела подвести вас, чтобы показать все-таки еще одну технику, которая необходима нам. Тоже у старых мастеров научились. Вот, это сепия, сепия – это материал, который очень славился, ну, как вам сказать, как живописная и графическая техника на бумаге. Почему? Потому что она сильно не размазывается. Это рисунки с натуры, которые необходимо делать всем художникам. Помимо того, что вы пишете, вот, посмотрите, да, как хорошо действовать, как старые мастера. Вы понимаете, они могли и размазать где-то сангину, сепию, итальянский карандаш. Потом, что у них еще было? Уголь, мел. Ну, сейчас я вот, вот эта сепия, я ее выбрала, потому что она может и тоненько рисовать, и сильно фартисимо нажать, и где-то, где-то, знаете, даже залить плоскость, как будто бы это красочкой сделано. Вы понимаете? А вот эти рисунки, которые мы делаем по средам, у нас есть среды графические с Владимиром, мы берем с натуры, делаем, одеваем натурщицу любого человека интересного, переодеваем, все время придумываем какие-то образы, и беспрерывно, беспрерывно мы тренируем свою руку для того, чтобы, во-первых, рука слушалась мозг и интуицию, во-вторых, чтобы выработать новые какие-то образы, которые нам помогут в композициях двигаться дальше. Вот мы сейчас вам очень много композиций предложим новогодних в январе, будет французский Новый год у нас в январе, вот, и я вам предлагаю это тоже делать. Я думаю, что у вас, видите, это зайчик дюреровский, у вас у всех есть друзья, у вас у всех есть подруги, вот пусть они приходят к вам домой чаек пить, а вы скажите, дайте я от тебя сделаю парочку набросочков, да, посиди немножко пять минут, не шевелись, да, а нам больше и не надо, чем пять минут, иначе мы не заставим нашу руку шевелиться так, как хочет, ей приказывает глаз, мозг, интуиция, и тогда ваше тело начинает приучаться действовать по приказу. А потом, потом, оно действует само по себе, эта рука сама по себе, как у, сейчас вам скажу, у кого, у Пикассо и Матисса были соревнования, они друг друга перерисовывали графическими листами. Если вы где-то по музеям найдете книгу толстую, графика Матисса и Пикассо, вы увидите, что они соревновались в рисунке по воображению. Ну, допустим, там у Пикассо какие-то его любовницы и женщины дерутся, они же не позируют ему, он быстренько схватил и рисует. Допустим, у Матисса там какие-то, и у Сезана, кстати, они тоже, этот Сезан тоже входил в это соревнование. Они вдруг раз и по воображению нарисовали каких-то бегущих собак, или дерущихся, допустим, животных, или бегущих там спортсменов на соревновании, да. То есть, никто никому не позирует, поэтому, если вы ходите, где-то гуляете, возьмите в каком-нибудь, допустим, джазовом клубе, возьмите, попробуйте, очки одевайте, чтобы никто не видел, как вы действуете. Сидите в блокнотики себе, зарисовывайте танцевальные движения людей, как типа, вот знаете, типа записываете там какие-то эссе. Никто не будет вас, как вам сказать, преследовать, а вам эти рисуночки помогут потом замыслить ваши будущие работы. Ну, вот, всегда пошаговость действия. Давайте. Маленький натюрморт 40 на 50. Это первое, что надо начать делать, но, чтобы он не был учебный, а что он все-таки бы действовал, как маленькое произведение искусства, да. Маленький пейзаж попробуйте, да, с натуры. Ну, обложитесь сначала теми работами тех мастеров, которые вам нравятся. Вот. Получается, у нас есть 6 видеокурсов по натурному рисованию. Натурный класс, образный класс, композиционный, класс нюм. То есть... Портретный, самый сложный. Портретный, но там есть живопись. Я говорю о том, что если о графической вот этой практике, то она, в принципе, нужна каждому, да, кто хочет научиться не только натюрморты писать, но и образы. Скажу вам одну вещь. Если бы не было моих трех учителей, это Петр Петрович Чакир, это Тамара Ивановна Егорова и это Зинаида Дмитриевна Борисюк, если бы не было этих трех человек, сейчас бы Лены рядом с вами как художницы не было. А может быть бы я кофе продавала у Вовы в ресторане. Ну... Надо провести, понимаете, надо взять за руку человека и провести в качество живописного, графического или скульптурного. Вот кто вы почувствуете? Если вы график, то вам просто необходимо пойти, чтобы вас Вова Ильичев провел в эти графические среды. Вот в эти вот курсы, когда мы рисуем с натуры, лучше Вова Ильичева нету. Рядом с ним я сажаю всегда новичков и говорю, действуйте, как действует Вова, а как он действует? Он берет и рассматривает изображаемого человека как архитектурную форму, да, и он обязательно, голова, шар, цилиндр, Он вас ведет, ну, самым простым образом к тому, чтобы вы могли с натуры стянуть к себе за 10 минут образ человека, да, и что-то понять. Пластическая анатомия в конструкции человека, да. То есть вам обязательно надо выбрать себе учителя. Если тебя выбрали учителем, а тебя многие выбрали учителем, судя по статистике, к тебе же теперь с появлением современных технологий, муайль-трансляции и так далее, можно обращаться по разделу курирования, да. Ты же берешь под крыло и эти же вопросы задаешь, да, кто вы, чему вы хотите научиться. Мне очень важно. Вопрос курирования, вы понимаете, к нему надо подобраться. Вот, допустим, те студенты, которые побывали в Грибовке, они становятся настолько сильными самостоятельно, они уже умеют все делать, то, что мы им преподаем, да, руками и мозгом. Они умеют в натюрморте, в пейзаже, в портрете действовать, уже как мы им скажем. Они как бы потренировались в течение жизни вместе с нами, да, на взморье. Это хорошо. А дальше, а дальше им надо вынуть из себя, что их там внутри мурыжит, что их там тревожит, что они хотят сказать человечеству, вынимают из себя и говорят живописным языком. Но тут вот именно преподаватель и советник, так скажем, очень тихий советник. Чтобы не спугнуть вот этот внутренний рассказ человека, надо рядом, чтобы был кто-то, чтобы не ошибились они. Да, вот это вот курирование очень тихое и спокойное. И когда вот мне студенты начинают как бы исповедоваться и рассказывать, что они хотят нарисовать в своих следующих картинах, я говорю, забудьте о том, что я человек, а я просто как ветер, дождь, солнце. Я им чуть-чуть говорю, если вдруг они где-то зашли в тупик или где-то действуют не по правилам искусства. Они по правилам искусства очень легко спрыгнуть на территорию кичухи, безвкусицы, отсутствие интеллектуального движения. Нам надо постоянно думать, когда мы работаем, чтобы в картине все интеллектуально друг к другу подходило. Понимаете, это как рассказ, как режиссура какого-то фильма, там, где мы не можем, да, вдруг взять и написать селедку, да, а рядом гранаты в натюрморте. Или мы не можем написать какую-нибудь серьезную какую-нибудь архитектурную форму, допустим, старинный замок, такой серьезный, да, там, шотландский. И вдруг на переднем плане какой-то детский утренник, да, это разные интеллектуальные движения. Мы не должны забывать о том, что каждый мазок движет нас к тому, чтобы зритель тоже шел за нами. А если он почувствует, что художник, как сказать, тупит, да, и не говорит все время одно действие, переходящее в другое, зритель убежит. А современное искусство на том и строится, что художники, которые не хотят думать, они просто накидывают из разных территорий интеллектуальных все подряд, для того, чтобы зритель просто, как это так, в шоке стал и перестал мыслить, понимаете? Вот. Мы все-таки держимся за старых мастеров, которые нам рассказывают. И если пятка написана в блудном сыне большим мазком, да, таким серьезным, и ткань одежды отца в блудном сыне просто раскрашена краской, что это говорит? Это говорит о том, что Рембрандт тянет нас к прописанности лица отца и рук блудного сына. Он нас тянет в композиционный центр. Поэтому остальное все он сделал так это, знаете, просто баловался. А он нас подтянул, там, где прописка хорошая, и освещенность очень сильная, и пастост. Он нас туда тянет, он умный, он говорит, вы будете видеть только самое главное, остальное все будет, как вам сказать, то ли есть, то ли нет. Поэтому мы учимся не только рисовать, но мы учимся мыслить. И если есть у вас что сказать, начинайте разговаривать с людьми через маленькие картины. Не назначайте нам сразу многофигурную, огромную композицию, как Иванов сделал, или Брюлов, да, которые ни за что не цепляют, да. А возьмите, сделайте просто царевну лебедь, однофигурную композицию, как у Врубеля, но только с натуры. Сейчас всех хотим поздравить с наступающим Новым Годом, а тот год, который прошел, очень нам нужен и драгоценен. Нам всем нужен интеллектуальный и духовный фундамент. Поэтому следующий, 2020, возьмем и задирижируем по своему собственному плану. И, конечно, если вам нужны учителя, то милости просим.